Добрый день, с вами Коз, Запретная Зона И я рад вас приветствовать Сегодня мы будем обсуждать сценарий к игре Вархаммер 11, Волчья Яма В данной игре присутствует три армии Две из которых полноценные по 40% И одна сторона занимается 20% численности от всего ожидаемого количества людей Значит, на данной игре будут представлены орки, хаос и космодесант В этом году выступают в виде космических волков Данная игра будет проходить на уникальном полигоне Девяткина Специально подготовлен для зимней игры На нем построено множество снежных укреплений Соответственно, ландшафт очень сильно изменен по сравнению с предыдущей игрой Поэтому, я думаю, будет достаточно весело Итак, перейдем непосредственно к сценарию данной игры На данной игре у нас будет реализовано 5 миссий Которые сложатся в одну единую игру с небольшими перерывами Итак, первая миссия это Shooter Boys Она будет всего лишь 20 минут Но это разогревочная миссия Итак, разогрев Все армии начинают стартовать с поля Количество стартующих армий не ограничено Поле разделено линиями на 3 сектора Обозначенные краской из баллончиков Каждая армия стартует из своего сектора Задача найти и захватить контрольные точки Контрольные точки на данной игре будут у нас вертушками Соответственно, с цветом каждой армии Есть небольшое правило для упреждения конфликтов На момент старта можно находиться где угодно в своем секторе поля Но обязательно быть за укрытием по отношению к противнику До старта можно строить временные укрытия снега Можно использовать щиты Значит, результаты следующие Контрольные точки Только в игре у нас существует По одному очку за захват контрольной точки Удержание или перезахват дополнительных очков не приносит Всего в игре 4 контрольных точки Миссия вторая Называется Порядок Длительность 45 минут В центре поля цепи установлены 4 флага космических волков Равномерно по всей длине центральной аллеи Волки стартуют с поля От флагов им нельзя выходить из дороги до начала миссии Хаос и орки стартуют с риспов Каждый украденный хаосистами или орками флаг волков приносит 20 очков Для зачета флаг должен быть предъявлен в штаб игротеху При поражении флагоносца флаг встает на месте поражения Контрольные точки также в игре Приносят по одному очку в минуту Центральная точка приносит 2 очка в минуту На данной миссии у орков будет специальная миссия Называется Шаманизм Согласно которой группа из 5 или более орков Должна проследовать с полученным штабом Харугви И четырьмя флагами из Респа до центральной точки Если все 5 флагоносцев дошли непораженными Коснулись Харугви в вертушке Орки получают 66 очков Засчитывает судья на точке Миссия третья Для хаоса Продолжительность также 45 минут В центре поля цепи установлены 4 флага хаоса Равномерно по всей длине центральной аллеи Хаосисты стартуют с поля от флагов Им нельзя выходить за дороги до начала миссии Волки и орки стартуют с респов Каждый украденный волками или орками флаг хаоса Приносит 20 очков Для зачета флаг должен быть предъявлен в штаб игротеху При поражении флагоносца флаг встает на месте поражения Также в игре существуют контрольные точки По одному очку в минуту Центральная 2 очка в минуту На данной игре будет специальная миссия для волков Под названием Крестовый поход Группа из 5 или более имперцев Должна проследовать с полученным в штабе хоругвию И 4 флагами из респа до центральной точки Если все 5 флагоносцев дошли непораженными И коснулись хоругвию вертушки Волки получают 50 очков Засчитывает судья на центральной точке соответственно После этой миссии У нас будет перерыв на обед Длительность примерно 45 минут Чтобы никто не замерз Поэтому мы постараемся как можно быстрее всех накормить за этот промежуток времени Ну и соответственно приступить к дальнейшей игре Следующая миссия для отмороженных орков Под названием Волчья яма Миссия 4 у нас Длительность 45 минут Вокруг Волчьей ямы установлены 4 флага орков Орки стартуют с поля Из ямы, из домов Да вообще откуда хотят оттуда лезут эти орки Они такие Хаосы волки стартуют с респов Каждый украденный хаосистами или волками флаг орков приносит 20 очков Для зачета флаг должен быть предъявлен как и в предыдущих случаях игротеху При поражении флагоносца флаг встает на месте поражения Также в игре находятся контрольные точки в виде вертушек Которые приносят по 1 очку в минуту Центрально соответственно 2 очка в минуту На данной игре специальная миссия будет у хаоса Под названием Пляски демонеток Группа из 5 или более хаосистов Должна проследовать в полученном штабе Хоругивой 4 флагами из респа до центральной точки Если все 5 флагоносцев дошли непораженные Мы коснулись хоругивой вертушки Хаос получает 50 очков Засчитывает судья на точке Ну и последняя пятая миссия Под названием Царь горы Продолжительность 25 минут По сути своей Это всем известная игра Царь горы То есть задача всех армий захватить Центральную гору и удержаться на ней Зачет будет вестись по количеству флагов Ваткнутых в центр горы На конец миссии Контрольные точки на данной игре не играют Ну и небольшие нюансы Касаем специальных юнитов Щитов и тому подобное На данной игре Спец юниты на данной игре Не будут поражаться в элементы костюма Все спец юниты мы постараемся вам показать На начало игры Соответственно Все спец юниты всегда Вне зависимости от элементов костюма Поражаются в линзу маски Или ее проекцию Если маска закрывает всю линзу А также спину То есть Непосредственно все что находится На задней части тела За исключением рук и ног То есть это все что выше поясницы И ниже шеи Соответственно спец юниты Так как они броневики Они в дома у нас не заходят Контрольные точки и флаги Могут брать в общем порядке Гранатами поражаются в общем порядке Не могут использовать щиты Флаги Флаг может трогать только не пораженный игрок Если флаг убегает с пораженным игроком Судья аутирует флагоносца И дополнительно игроков армии Два за одного Один игрок может приносить только один флаг И не более Поражение флаг или флагшток не считается Запрещается прятать флаги Нести флаг надо Как подобает Воинам императора Воинам хаоса Или Всемогущим оркам Высоко над головой Поэтому Не прячем флаги Несем перед собой Щиты на игре разрешены Ограничение 15 щитов на армию Запрещены щиты Стандартно С большими отверстиями Через которые может пролететь шар Ну и соответственно Сетка ткани Также у нас все щиты Из этого запрещены Итоги будут подводиться у нас По количеству очкам Набранным в первых четырех миссиях Ну а победителем Будет признана Та армия Которая На последней пятой миссии Царь горы Соответственно Завоюет Гору И будет Лучшей армией В общем В любом случае Приезжайте на игру Подписывайтесь на наш канал Чтобы у нас было Дополнительные возможности С вами Кос И Студия запретной зоны Всем до свидания До новых встреч